Я заморачивался так надолго. Я дважды прослушал Суровикина и потом еще взял распечатку его текста и стал ее изучать, чтобы хоть как-то. Я согласен, я тоже готовлюсь к эфиру нашему «Сегодня», и до этого я пересматривал дважды это восьмиминутное видео, но это правда очень тяжело. Там смешались куча людей, кони, братские народы, независимая Украина, и в общем, ну там просто. И этот человек читает, то ли он читает через строчку, и как-то из-за этого теряется смысл, или беда с тем, кто это писал. Беда с тем, кто это писал, да, мне очевидно, совершенно беда с тем, кто это писал. И что хотели сказать, и кому хотели сказать. Они это российскому народу хотят говорить, это одна ситуация. Они хотят нас напугать, другая. Они хотят запутать вооруженные силы Украины. Это тоже я не исключаю совершенно, что вот это такая операция. Ну вот наши, часто, кстати, наши публичные спикеры говорят всякие разные слова, чтобы немного ввести в заблуждение россиян. Это нормально, правильно? Ну вот, может, эти тоже попытались, просто у них очень как-то странно все это получается. Пытаться что-то из этого извлечь? Ну что я попытался, какие слова мне как бы, назовем так, откликнулись? То есть, первое, если посмотреть на всю контекст, то единственное, что с ним можно сделать, это его инверсировать и сказать, все, что там написано Россия, все Украина, все, что Украина, Россия. Вот я проведу, проделал такое управление. Это выдает максимальную точность. То есть, в 90% случаев это прямо, дословно, точно изложены именно факты. Факты. Вот, например, мы с вами знаем, мы же верим нашему военному команду, который сообщает, что там. Позавчера, например, наши уничтожили 550 россиян. Вот написано это, в данных Генштабах. В свою очередь, наши сообщают, что потери 1 к 6 с половиной там и так далее. Когда читаешь, то Суровикин говорит, каждый день мы уничтожаем 600-1000 украинцев. Но это ровно то, что мы делаем. Это знаем. То есть, он говорит на самом деле. И дальше, какую позицию не возьми. Вот там. Украинцы атакуют в таких-то там районах, он перечисляет районы. Но все эти попытки безуспешны. Но это ровно то, что нам Генштаб сообщает, что россиян в таком районе атаковали, были отброшены назад. Вот все позиции, вплоть до использования таких-то ракет, то, сё, всё абсолютно инвертировано. И тогда остаётся, я сказал, 90%, да, так можно прямо прочитать. И тогда остаётся 10%, которые новости, которые вот те самые загадочные фразы. А к загадочным фразам я отношу. Украинцы взорвут Каховскую ГЭС. То есть, если мы следуем правилам инверсии, то это россияне взорвут Каховскую ГЭС. Логично. Дальше. Украинцы применят запрещенные виды вооружений в Херсонской области. Помните, у неё есть такая фраза? Именно запрещенные вооружения. Так вот, это не про ядерное оружие. Потому что ядерное оружие не является запрещенным вооружением. Оно не конвенционально, но не запрещено. А запрещенным вооружением является химическое оружие. Есть конвенция о запрете химическом оружии. Поэтому у меня тут возникает страшная идея, что, возможно, они собираются там, как-то, возможно, рассматривают прям об использовании химического оружия на Херсонском фронте. И для этого, типа, кого-то могут. Такое могу предположить. Поэтому если инверсионно, то химическое оружие, угроза химического оружия и угроза взорвать Каховскую ГЭС.